Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши регулярные выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках я рассказываю о том, что происходило в разные дни и годы века минувшего на Камчатке. И готовлю эти выпуски по материалам старых документов и не менее старых газет, в основном советского периода. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня я расскажу о том, что творилось на нашем полуострове с 1 по 8 включительный день октября в различные годы 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным чтениям. 1 ноября 1935 года. Газета «Камчатская правда» в статье «Лицо врага» рассказывает о трёх хулиганах на Озерновском рыбокомбинате. Рассказывает историю молодого парня, приехавшего туда, попавшего в нехорошую компанию. Хулиганы пьянствовали, дрались. Один из них угрожал ножом работникам рыбокомбината. Чем же, собственно говоря, кончилось дело? Ну, мы все знаем, что советское время, особенно 30-е годы, это было людоедское время. Дело хулиганов, которым должен был заниматься обычный суд, почему-то отдали на рассмотрение военного трибунала. Потому что обычное хулиганство квалифицировали как дело о покушении на убийство активистов-общественников. И хулиганы получили два по восемь лет лишения свободы, один – десять лет лишения свободы. Нет, я абсолютно не оправдываю хулиганов. Но переводить в политическую плоскость обычные уголовные дела – это людоедская практика. И очень хорошо, что советское государство в девяносто первом году прекратило свое существование. Рад я, что дожил до этого времени. День следующий. Второй день ноября 1917 год. В этот день вышло постановление комиссии по благоустройству города Петропавловска. Я прочитаю это постановление. Пункт первый. Весь берег от Мышенной горы, со включением ковша до Салаварни, оставить свободными для ловли рыбы, исключительно гражданам города Петропавловска для собственной надобности, и продажи излишки скупщикам. Крупным же рыбопромышленникам с целью эксплуатации. Лов рыбы в указанном месте воспрещается. Пункт второй. Рыбопромышленникам, получившим ранее от управления государственных имуществ разрешительное свидетельство на право лова сельди, разрешается ловить в сезон 1917 года сельдь в местах от сигнального мыса и створных огней в городе в сторону Раковой бухты. На свободных местах ковши и место от сигнального мыса до створных огней в сторону к городу остаются в исключительном пользовании местных граждан. 1917 год. Петропавловцам можно ловить рыбу в овачинской губе. Можно ли это делать сейчас? Ведь рыба, как известно, является федеральным ресурсом. То есть она принадлежит картавым кремлевским. Идите, половите сеткой в овачинской губе. Да еще попробуйте продать излишки. Вот так-то. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. А мы продолжаем наши увлекательные изыскания в части Камчатского краеведения. Третий день ноября 1943 года. Главная газета полуострова «Камчатская правда» в заметке «Охотники выехали в хребты» сообщает на основании переданной по телеву графу из Усть-Камчатска информации, что около 50 охотников Усть-Камчатского района выехало на места зимнего промысла зверя – лисицы, соболя, горностая. Среди охотников, пишет газета, развернулось предоктябрьское соревнование. Бригады товарищей Синкевич, Стишенко, Катова обязались на 15 дней раньше срока закончить план пушных заготовок четвертого квартала. «Пятидесятилетний охотник товарищ Носков дал слово за зимний сезон поймать 120 горностаев». Кстати, если вы хотите познакомиться с полным текстом газетных публикаций и документов, используемых мною в выпусках «Камчатка день за днем», вы можете пройти по ссылке в описании. Эта ссылка ведет на мой канал сервиса Яндекс.Дзен. «Камчатка» с Александром Петровым. Именно так называется канал на Дзене. Так же и как канал на Ютубе. Напоминаю, что ссылка в описании. Добро пожаловать! А мы продолжаем наше путешествие по минувшему времени. Четвертый день ноября 1938 года. Опять-таки «Камчатская правда», главная газета полуострова, в заметке «Товары к празднику» сообщает. 29 октября из Владивостока в Петропавловск прибыл рефрижератор «Рион», доставивший сюда свыше тысячи тонн различных товаров для праздничной торговли. В их числе 132 тонны свежего мяса, фруктовые консервы, 125 тонн виноводочных изделий, свежие яблоки, варенье, сахарный песок, свежий лук, чеснок, соленые огурцы и 31 тонна кондитерских изделий. Кроме того, пишет «Камчатская правда», пришедшие из Владивостока пароходы в большом количестве доставили в адрес торгового отдела АКО АКО – это акционерное Камчатское общество. В большом количестве доставили в адрес торгового отдела АКО разнообразную мануфактуру, мужскую, дамскую и детскую обувь, дамское пальто, готовое платье, различный трикотаж, головные уборы и другие товары. Но это не точно. Наша машина времени движется дальше. Пятый день ноября, 1920 год. Обязательное постановление Камчатского областного исполнительного комитета, номер 3684. Камчатский областной комитет, руководствуясь постановлением 1-го Камчатского областного съезда 27 октября 1920 года, в заседании своем постановил первое Воспретить ввоз в Камчатскую область стряхнина и других ядов, за исключением случаев, когда эти яды выписываются медицинским начальством для лечебных целей. Второе. Воспретить употребление стряхнина и других ядов лицам, не имеющих по закону права на это хранение. Третье. Воспретить употребление стряхнина и других ядов на охоте для отравления каких бы то ни было зверей. Четвертое. В течение трех дней по опубликовании настоящего постановления все лица, имеющие стряхнин и другие яды, не имеющие права по закону на их хранение, обязывают создать таковые начальнику народной охраны или волосным и сельским властям. Пятое. За нарушение каких-либо пунктов настоящего постановления виновные лица будут привлекаться к уголовной ответственности, то есть тюремному заключению до трех месяцев или денежному штрафу до трехсот рублей золота. Тут наиболее важен пункт, касаемый охотой. Потому что еще с добольшевистских лет, к сожалению, очень распространенным видом охоты на Камчатке было травить зверя, в основном стряхнином. С этим пытались бороться еще в добольшевистское время. Ну, и вот так вот продолжалось. Статья 20-й год это не совсем большевистское время. То есть власть на Камчатке еще не окончательно была захвачена краснобандитами. Это точно. А мы продолжаем наше чтение. 6 ноября 1940 года газета «Камчатская правда» сообщает на основании переданного с борта парохода Анатолий Серов по радио сообщение. 16 октября в Петропавловск из Мурманска через суровую Арктику прибыл пароход Анатолий Серов, пишет газета. На другой день он ушел на восточное побережье в Жупановской рыбокомбинат. Стояла бурная погода, пароход уходил штормовать и укрывался в бухте Моржовой. При наступлении хорошей погоды приступили к погрузке рыбопродукции. На середине погрузки снова начался сильный шторм, достигавший 12 баллов. После шторма установилась погода. На первой базе Жупановского комбината была снята вся рыбопродукция. Анатолий Серов подошел ко второй базе комбината, где также снял всю рыбопродукцию. На борт судна принято 250 пассажиров. В Петропавловске пароход пополнится запасами угля и снимется во Владивосток. На судне находится рыбопродукция Алюторского и Жупановского комбинатов. Во Владивосток для рефрижератора пищевая индустрия будут доставлены паровые котлы. Анатолий Серов перечислен к Петропавловскому порту в составе судов Акафлота. Те, кто довольно давно живет на Камчатке, я не говорю о родившихся в Петропавловске, еще помнят этот пароход. Этот пароход стоял в районе Жестяно-Баношной фабрики на приколе с 70-х годов, был учебным судном. И лишь в начале нынешнего тысячелетия его порезали на металлолом. Наконец-то вы узнали правду. А мы продолжаем наше чтение. 7 ноября 1941 года газета «Камчатская правда» пишет, что непрерывным потоком идут посылки на фронт, в действующую армию. Их посылают работницы, колхозницы, домохозяйки, дети учащиеся. Все они скромными своими подарками хотят выразить огромную любовь к родине, свою заботу о героях Отечественной войны. Из далекой паланы Корягского национального округа отправлено несколько посылок, пишет «Камчатская правда». Женщины-советские патриотки послали бойцам трикотажное белье, теплые портянки, бритвенные приборы, туалетное мыло, папиросы. Домохозяйки Дунаева и Гавриленко вложили в посылки шерстяные свитеры. Еще раз напомню, что с полными текстами документов и газетных публикаций, использованных в выпуске, можно познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Дзен по ссылке в описании. Очень трудно, конечно, совместить все это. И последний день, который мы рассмотрим сегодня. Это восьмой день ноября 1945 года. Газета «Камчатская правда» в тот день сообщила, что в колхозе Труженику из Большеретского района закончено строительство электростанции. Сегодня состоится торжественный пуск станции, пишет газета. Лампочки Ильича загорятся в клубе, школе, правлении колхоза и всех домах колхозников. На сегодня достаточно. Это была рубрика «Камчатка. День за днем». А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать о том, что происходило на полуострове, в разные дни и годы века минувшего. А если вы Абрамы, родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Ну а если вы здесь первый раз, то, пожалуйста, выполните рекомендации вот по этой подсказке в правом нижнем углу экрана для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.